Восьми мартовские праздники ушли в прошлое, но не уходят в прошлое вопросы из области права. Они, как всегда, актуальны и, как всегда, требуют пояснения наших экспертов. С нами сегодня, как обычно, наш эксперт Артур Коблев, специалист в области уголовного, гражданского, административного права. Ну, наверное, не все я области перечислила. Артур сам все расскажет. И сегодня на нашем примере многие вещи поставит на свои места. Добрый вечер, Артур. Добрый вечер. Очень интересная тема будет, я как понимаю, да. И, надеюсь, мы актуально, объемно все это обсудим совместно. Да. И такая женская, как раз не в преддверии 8 марта, но, тем не менее, вот в эти мартовские первые дни. Так что, дорогие друзья, кто не является женщиной и работодателем, ну, могут, наверное, не смотреть сегодняшнюю передачу. Хотя нам будет очень приятно, если вы с нами останетесь. Ну, что же, я не буду тянуть резину и, наконец-таки, скажу, какой сегодня у нас будет основной вопрос и какова сегодняшняя тема. А сегодняшняя тема как раз-таки касается беременных и работодателей. Как, в принципе, должна складываться ситуация, если женщина оказывается, сотрудница оказывается беременной и работодатель, в принципе, не знает, как с ней поступить. Вот эти вопросы, которые сегодня все будут возникать, мы будем обсуждать. Ну, что же, основным вопросом на сегодня у нас будет такой вопрос. Я с 2008 года работаю в коммерческой организации. За это время я два раза была в декретном отпуске. Что, наверное, немало. Месяц назад меня вынудили написать заявление об уходе, так как я попросила отгул по причине плохого самочувствия, ну, в связи с беременностью. Работодатель потребовал, чтобы я уволилась сама. Иначе меня бы уволили за некачественное исполнение трудовых обязанностей. Скажите, разве мое увольнение законно, спрашивает наша зрительница, и на какую денежную компенсацию я могу претендовать? Вот такой вопрос, незамысловатый. Я думаю, что очень многие женщины с ним сталкивались когда-то. Артур, что быть, как делать? Можно ли уволить беременную сотрудницу? В принципе, мы должны говорить о том, что происходит, и то, что можно сделать, и что об этом говорить законодателю в рамках Трудовых кодекса. Российской Федерации. Что происходит? Конечно, работодателю выгодно всегда каким-либо образом, вот можно использовать такое слово, избавиться, да, чтобы было понятно зрителю, да, избавиться от сотрудников. Почему? Потому что у нас Трудовой кодекс Российской Федерации законодатель предусмотрел дополнительные гарантии, льготы, послабления, да, которые уже лежат, так скажем, да, в нерамках нормальной обычной хозяйственной деятельности предприятия. И не всегда там, скажем, да, начальнику это удобно, потому что он привык, чтобы полностью работник выполнял свои трудовые функции. И вот в том формате, в котором изначально складывались, вот они приобретают некие послабления. И всегда работодатели вот здесь, так скажем, да, используют те противоречия для того, чтобы, ну, так скажем, да, не то, что избавиться от работы, а вот, чтобы трудовые правоотношения с ним расторжены. Конечно, в большинстве случаев эти расторжения, так скажем, да, договоров незаконные. Это можно констатировать, да, однозначно. Они незаконные. Незаконные эти договора. Ну что же, я бы не хотела здесь, наверное, поддерживать какую-то одну сторону, ведь работодатель тоже имеет свои обязанности, но он имеет и свои права. Да. Скажите, Артур, как часто, ну, вот, женщина-сотрудница может уходить за какой-то, может быть, определенный период времени в декретный отпуск? Есть ли такие нормы, которые предписывает наш закон? Что вот, например, раз в три года, не больше, раз в пять лет? Я вам так скажу такую, не то, что тематику, да, мной была прочитана определенная книжечка, да, где как раз говорилось о строении арабских цифр и тому подобное. И как раз вот эта цифра девять исходила из беременности, что вот издревле, вот это, так скажем, да, счет произошел от беременности. То есть каждые девять месяцев рожает человек, может, через месяц от работы выйти на несколько дней на работу, естественно, после декретного отпуска заново. То есть сколько, так скажем, да, биологически возможно у нас законодатель не ставит никаких ограничений. Единственное, что я хочу сказать о том, что вот по поводу поведения женщины на работе, у нас есть статья 261 ТК СССР, что по инициативе работодателя уволить, так скажем, да, беременную женщину практически невозможно только в случае ликвидации. Либо это если был срочный трудовой договор, и то нужно будет продлевать, либо на место другой женщины, которая уходила на беременность, так скажем, да, вот в этих форматах. И, естественно, я еще раз повторюсь, вот здесь работодатель всегда пытается использовать эту формулировку о том, чтобы, ну, заставить написать заявление по собственному желанию. Ну, возможно же такое, возможно. Только нужно убедить работника. И вот с этим я часто сталкиваюсь, часто очень заставляет, так скажем, да, ну, в принципе, это обычно используется, когда заставляет работника написать, и тогда вопросов нет. Ни у суда, ни у работодателя, ни у работника. Единственное, есть неудовлетворенность работника, потому что он вроде и не хотел, но под натиском работодателя он написал. И это печальная всегда история, потому что все-таки мир материален, и вот эти деньги нужны для того, чтобы как раз... Ну, конечно, да, я с вами полностью согласна. И, Артур, у вас прозвучало такое слово ликвидация. Ликвидация предприятия, дорогие друзья, это когда предприятие перестает функционировать, и все сотрудники, вот в порядке сокращения, то есть не кого-то одного, а всех сотрудников, ну, можно сказать, распускать, в связи с тем, что предприятие заканчивает свою деятельность. Ну, не стоит это путать с ликвидацией, наверное, филиалов или вот упразднением каких-то филиалов в отдельных, может быть, регионах. В таком случае работодатель должен предложить, ну, какую-то соответствующую должность, и беременную женщину, беременную сотрудницу он должен перевести в другой филиал, который продолжает точно так же существовать, функционировать. И филиала это не будет, это сокращение численности штата. Вот по закону это будет выглядеть как сокращение численности штата. Вот хотелось бы вот все-таки поддержать и такую объективную сторону раскрыть всей этой ситуации. В любом случае работники, работодатели — это всегда люди. Это обычные люди, которые имеют вот самое интересное, вот это часто даже сейчас начали в судебной практике использоваться, да, в постановлениях, в заседаниях, в Пленусе Верховного Суда и тому подобное, да. Они о том, что нельзя формализовывать ни в коем случае. То есть ничего не должно иметь формализации. Нужно всегда истинно понимать, откуда эта проблема происходит и тому подобное. И вот здесь хотелось бы сказать, что всегда работодатель при увольнении женщины должен выявить истинное желание. Почему он захотел, да, работник уволится. Может перейти на... Это впоследствии может быть поможет работодателю как-то отстоять свои трудовые, так скажем, да, права в, так скажем, суде. Но если он этого не делает и вот смело принимает это заявление, то, естественно, он всегда рискует, что работник пойдет и всегда есть злоупотребление написание такого заявления. Хорошо, Артур, мы это поняли. И что можно здесь сказать, что действительно у беременных женщин, ну просто обширные права, очень много можно делать, очень многое, наверное, прощается. И вот такие вот некоторые халатные моменты, вот когда женщина действительно поняла, что она беременная, ведь не все такие вот порядочные. Есть же все-таки женщины, которые пользуются своим положением. И в таких случаях, вот какие права действительно имеет работодатель? Вот не приходит она на работу сегодня-завтра, плохо она себя чувствует, опоздала, не работает. Ну банально просто, вот есть статья о невыполнении своих трудовых обязанностей, и все соответствует для этой статьи. Почему законодатель все это закрепил? Это у нас и в советское время было, и в новом демократическом государстве, и в Конституции, что материнство, детство, да, у нас обеспечивается государство, оно находится под защитой и тому подобное. Я хочу сказать, ничего страшного, потому что само протекание беременности до конца еще не исследовано и тому подобное, поэтому законодатель пытается закрепить о том, что этот процесс мы должны как-то облагораживать. Государство должно облагораживать, мероприятие нужно облагораживать. Я поняла вашу, Артур, позицию. Скажите, ну все-таки, какие шансы у работодателя? Как он может, ну, все-таки себя вот здесь вот как-то подстраховать? И, наверное, какие санкции он может применить к беременному сотруднице? С человеческой точки зрения никаких шансов, и не должно быть никаких шансов. Мы не должны увольнять беременную женщину, если мир материальный. И единственный источник дохода, я не думаю, что большинство работает на трех-четырех работах. То есть с одной работы уволятся, есть другой доход. Ну это я все понимаю, Артур. Но, тем не менее, многие коммерческие организации работают для того, ну, наверное, как и некоммерческие, чтобы получать прибыль. Для того, чтобы действительно сотрудники работали, делали свои функциональные обязанности. И, соответственно, если беременная сотрудница, вот сегодня она беременная, она завтра ушла, сегодня не пришла, кому выполнять эти функциональные обязанности? Еще нанимать одного страхующего, который будет, соответственно, еще получать зарплату и точно так же выполнять ее? Ну, все-таки здесь есть какие-то вот эти грани, которые должны учитываться. Как можно от такого халатного отношения беременной женщины обезопасить самого работодателя? Давайте об этом немножко поговорим. Работодатель не предусмотрел такой формулировки даже при злоупотреблении и тому подобное. У нас не закреплено злоупотребление, но никого не хочется тоже поглощать в ту ситуацию, в том, что когда работник начинает злоупотреблять каким-либо правом и тому подобное. Конечно, здесь работодателю, ну что стоит? Ну, придется терпеть и как-то... Да, я бы не согласна, Артур. Ведь всегда можно найти какие-то лазеечки, какие-то моменты, которые можно и, наверное, в свою пользу применить. Как, например, никто не запрещает составлять определенные акты. Вот не пришла она, не явилась на рабочее место. Собрали свидетелей, составили определенный акт о том, что сотрудница не явилась, опоздала, еще прочее. И начинать урезать заработную плату. Ну, а почему нет? Урезать заработную плату? Ну, по поводу урезания заработной платы здесь как бы можно воздействовать и тому подобное по поводу заработной платы. Но это о чем говорит? О том, что если человек не будет выходить, значит, он не выполняет работу и тому подобное. Но здесь нужно еще понимать, что работник имеет право на легкий труд. А сейчас у нас по медицинским показателям практически каждая вторая женщина имеет право на легкий труд. В большинстве случаев, я вам больше скажу, если взять сферу оказания... Легкий, тяжелый труд, это какие-то, опять же, у нас категории весьма относительные. Все-таки офисный труд, мы берем какие-то офисы, какие-то коммерческие предприятия, где женщина сидит за своим рабочим местом, в компьютере делает какие-то... Я вас править в том плане, что сидеть даже за компьютером, это может быть... Ну, наверное, для здоровья, скорее всего, это не очень-то полезно. Артур, у нас есть вопрос в чате, и он звучит так. Как часто беременные могут уходить на больничный? И даже есть такой момент, в коллективе должна быть взаимозаменяемость. Ну, конечно, наверное, вот это и спасает, что взаимозаменяемость. Как часто все-таки беременная может уходить на больничный? Беременные сотрудницы уходить на больничный отпуск? Ну, я вам так отвечу. Вот этот вопрос. На больничный можно уходить ровным счетом, сколько человек болеет. Никто здесь не запрещает о том, что есть определенные показания. Если врач, так скажем, медицинское учреждение посчитало, что ему нужно именно такое лечение, отсутствие на рабочем месте, то у нас нет каких-либо пределов болезни. Это, опять же, биологический фактор, он законодательно не может быть урегулирован. Единственное, что бы хотелось все-таки вот в этой ситуации, если будет человеческое поведение, то споров не будет. Если работодатель не будет настаивать, не будет специально хотеть избавиться от сотрудника, то спор не возникнет, и работник не пойдет, ссылаясь на статью третью о том, что возник спор, восстанавливаться и тому подобное. Если у работника было собственное желание уволиться и спокойно находиться, то это уже человеческий фактор. Мало кто злоупотребляет своим правом. Практически, практически этого нет, потому что у нас, у большинства женщин, в принципе, оно работающее. Да, я согласна. На это, в принципе, это редкий случай, когда, наверное, может быть, действительно женщина пользуется своим положением и вот так вот непосредственно вызывает эту конфликтную ситуацию. Артур, скажите, а действительно ли за увольнение сотрудницы не просто какие-то моральные и гражданско-правовые санкции могут применяться, но и уголовные? Уголовный кодекс также предусматривает уголовную ответственность, если работодатель увольняет беременную сотрудницу. Это миф или реальность? Если умысел совершения увольнения, если это было целенаправленно сделано, если, так скажем, то или иное должностное лицо хотело уволить, хотело избавиться, понимая, что лицо является беременной, понимая, что она является матерью-одиночкой, к примеру, имеющей ребенка до трех лет, малолетнего ребенка, то, естественно, это уже состав уголовного преступления. И по заявлению работника будет проведена доследственная проверка. В случае выявления тех фактов, которые предусматривают и объективную сторону преступления, и субъективную сторону преступления, у нас все это передается в следственное управление. И следственное управление должно возбудить и провести ту процедуру уголовного преследования. Кстати, мало кто об этом знает, да, вот когда беременную сотрудницу увольняют, мало кто думает, что помимо каких-то, может быть, административных взысканий, могут наложить еще уголовную ответственность. Так что, дорогие работодатели, думайте, прежде чем увольнять беременных сотрудниц, беременных женщин. Я бы еще хотел... Потому что у нас организация не привлекается к ответственности, все это будет применяться, независимо, кто приказ поставил, тому подобное, кто совершил эти действия по поводу понуждения к увольнению, к примеру, работника, являющегося беременным. То есть лицо будет привлекаться, у нас организация не привлекается. И нужно понимать, лиц, которые занимают определенные должности, нужно щепетильно, внимательно, соответствующим законодательствам относиться к работнику, если выявляется, если есть предпосылки, что человек беременна, об этом говорит, и если выявляется, что он беременна. Вот этот момент нужно работодателю четко понимать. Понимать. Артур, скажите, вот что касается срочных трудовых договоров, то здесь понятно, заканчивается непосредственно срок самого трудового договора. То все, вот, и все функциональные обязанности, рабочие обязанности на этом тоже заканчиваются. Но если сотрудница оказывается беременной, то ей предлагают какие-то, опять-таки, взаимозаменяемые, может быть, вакантные места, где она может продолжить свою трудовую деятельность в случае, если она беременная. Скажите, а все-таки, я знаю, что есть определенные, ну, какие-то системы, вот, которые, система трудового, наверное, какого-то законодательства, где можно женщине представить определенный договор, который она подписывает. И этот договор подразумевает, что в течение пяти, может быть, трех или, там, не знаю, какого-то другого условного срока она не может планировать свою беременность. То есть у нее не может быть ребенка. И если вдруг это происходит, то работодатель вправе расторгнуть. Мой вопрос звучит, касается как раз-таки легитимности подобных договоров. Насколько они действительно имеют место, имеют право на существование? Они имеют место существования. Коль вы уже об этом говорите, значит, информация эта есть, значит, где-то работодатель допускает эти, так скажем, да, соглашения, трудовые договора, то есть включение этих условий. Но что как юрист, как профессионал хотелось бы сказать? У нас есть трудовой кодекс Российской Федерации, где четко прописано все нормы, либо локальные нормативные правовые акты, либо дополнительные какие-то соглашения, которые ухудшают положение по сравнению с теми законами и нормативными правовыми актами, принятыми в рамках трудового кодекса и Конституции Российской Федерации, не подлежат применению. И поэтому здесь мы вспоминаем статью 261-го кодекса Российской Федерации, там четко прописано то, что работодатель по своей инициативе не может уволить работника только в случае ликвидации. И, естественно, можно предусмотреть любое условие, но если этот спор перейдет в суд, районы суд рассматривают данные виды споров, да, то, естественно, данные условия не будут применяться. Это однозначно и расширительным толкованием данная, так скажем, да, позиция уже не подлежит. То есть, если мы переведем юридический язык на более такой общедоступный, то получим следующее. Если вдруг подобный договор будет право на существование иметь, и действительно женщина подпишет данный трудовой договор, то это будет всего лишь устное соглашение между работодателем и данной сотрудницей. И она прекрасно будет осознавать, что, в принципе, у них был такой устный, ну или там с закрепленными какими-то печатями и совместными подписями договор. Но в случае, если она обратится в суд, то данный договор никакой юридической силы иметь не будет. Потому что, да или нет? Можно отметить, мы не можем идти против беременной женщины, никогда. Даже в случае неких тонких моментов, которые предполагают, что нас что-то как работодатель не устраивает. Я вам объясню. Мы затрагиваем государственный интерес. Мы не раз слышим от вышестоящих должностных лиц, представляющих наше государство и тому подобное, что у нас есть такие проблемы в демографии. О том, что рождаемость это, так скажем, главный костяк любого государства. Естественно, я предполагаю, что если работодатель, так скажем, допускает даже целенаправленно идти против беременной женщины, я уже не говорю о том, что может кто-то еще злоупотребляет, и там потом есть определенные случаи, да. Он, я могу смело об этом заявить, о том, что он бьет, так скажем, да, по демографии, как раз, потому что в дальнейшем примером нужно показывать, что беременность это благо, беременность это помощь со стороны государства, со стороны работодателя. И это будет основным вектором направления развития любого государства. Нужно смотреть, и все, так скажем, да. Да, согласна, Артур. Да, действительно, здесь очень такие тонкие моральные грани, наверное, беременная женщина, беременная, демографию нужно поднимать, и все в таком духе. Но, тем не менее, Артур, ведь скажите, скажите, ведь при этом страдают и те же самые работодатели, ведь при этом страдают наши налоговые, вернее, наши финансы государственные, ведь сотрудница там плохо работает, приходится еще что-то дополнить. Ну, какие-то вот все финансовые, экономические проблемы, они здесь же обостряются. Птица. Нужно же смотреть заработные платы. У нас не предполагают, так скажем, да, большие заработные платы. Я не буду сейчас акцентировать на размере, минимально размера оплаты труда и тому подобное. Эти зарплаты людям хватает. Ну, Артур, давайте, наверное, на каком-то частном примере. Вот действительно, есть у вас секретарша, которая работает на вас. И вот она раз забеременела, не пришла сегодня на работу, получился просто бумажный завал, бумаги какие-то не отнесли, что-то там не доразобрали. Ну, что же, получается, вы платите зарплату и приходится вам делать все самому. А через 9 месяцев она пришла и снова заведляет уже самому. Вот, в принципе, развитие меня, моей работы и тому подобное ложится только на плечи секретарши. Если нет секретарши, может остановиться работа, то это говорит о том, что я не организовал свою работу. Я же об этом говорю, что у нас один сотрудник не может решать судьбу целого предприятия и тому подобное. И как раз у нас долгими годами, еще начиная с 18 века, развиваются вот эти, начиная от акционерных обществ, от страхований и тому подобное, о том, что работник должен так организовываться, что иметь стимулирующие возможности выравнивания работы любого предприятия. Поэтому, если там, если процентном соотношении смотреть, этих беременных немного. И как раз при развитии любого предприятия это должно как-то в бюджет ложиться на последующие годы. То есть смотреть, что сегодня происходит и в следующий этот бюджет. И можно же здесь констатировать, что государство, это же страхование идет. Государство возвращает все эти денежные суммы, так скажем, дароподателю определенной суммы, которая тратится на поводу нетредоспособности и тому подобное. И поэтому здесь нужно четко понимать, что это уже давно сбалансирование. И на плечи работодателя это не ложится. Единственное, что хотелось бы сказать, что да, вот вы четко сказали, что человеческое общение нужно всегда находить. И если вы считаете, что как-то работодателя ущемляете, тоже в общении все это урегулировать, заранее говорить, заранее общаться и находить общий язык, который поможет и предприятию функционировать нормально, и готовиться к беременности и рожать, всегда должно быть человеческое общение. Но если говорить о нормах закона, закон на стороне императивно, на стороне беременной женщины, это сделано для того, чтобы показать, что беременная женщина, она менее защищенная, чем работодатель. Как бы мы это со стороны смотрели. Ну вот на этих словах, наверное, мы и закончим сегодняшнюю нашу рубрику. Артур, как же приятно всегда вас слышать. Вот такой позитивный настрой, вот такой действительно устойчивый, такой какой-то, настолько мне нравится ваш взгляд, что вот было бы всегда все в жизни так гармонично, так вот, знаете, вот с такими благими намерениями. Ну, будем к этому стремиться, будем, наверное, пытаться что-то сделать, чтобы действительно наше государство, наши рабочие коллективы функционировали без конфликтов, без каких-то серьезных проблем. Ну, наверное, это идеальное правовое государство, о котором все мы мечтаем. Что ж, дорогие друзья, в том числе и работодатели, понимаете, что если вы берете женщину, вполне вероятно, что женщина может уйти в отпуск, сотрудница может оказаться беременной, уйти в декретный отпуск. Тем не менее, пытайтесь найти какие-то правильные консенсусы. И вот у меня, кстати, закрался такой момент. А вот если женщина приходит на работу, ведь работодатель, в принципе, вправе сразу же ей отказать и предпочесть на ее место просто мужчину. Такое тоже часто бывает отсюда, феминистские движения и другие несправедливости, которые женщина потом долгое время упорно отстаивает. Что ж, дорогие друзья, а я вам желаю только справедливости, только абсолютной гармонии с самим собой и с нашим обществом, ну и, конечно же, со своим трудовым коллективом. Прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующего понедельника. С вами была Татьяна Сергеева и мой эксперт, уважаемый Артур Коблев. Всего доброго. До свидания.